Всем добрый день! Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме безопасности. Имеется ввиду безопасность косметических средств и безопасность процедур. На самом деле безопасность это такое очень обширное понятие. Сюда можно отнести и индивидуальную чувствительность компонентам, и неправильный или правильный способ применения какой-то косметики или какой-то процедуры, показания противопоказания, вопрос сочетаемости различных ингредиентов между собой. Попробую как-то наиболее кратко это все сформулировать. Начнем с косметических средств. Конечно же у каждого косметического средства, и чем более профессиональное оно и активное, тем больше это выражено. Существуют показания и противопоказания. Конечно же на любой ингредиент, даже самый гипоаллергенный, может у кого-то встретиться аллергическая реакция. Это называется индивидуальная чувствительность компонентам. И это нормально, это просто нужно учитывать. И если вы вводите в уход новые какие-то препараты, просто вводите их по одному, как прикорм младенцам. То есть маленького ребенка приучают к новой пище путем знакомства его с различными новыми блюдами с интервалом, например, в неделю. То есть он попробовал брокколи, потом попробовал морковку, потом попробовал яблоко, опа, на яблоко аллергия, значит пока не вводим. И то же самое нужно делать с косметическими средствами. Если вы покупаете даже сразу одномоментно комплекс каких-то препаратов, вы купили, например, очищение, тоник, активную сыворотку, крем или какую-нибудь маску энзимную для глубокого очищения, не вводите их сразу в первую же неделю. Начните, например, с очищения, потом введите через пару дней тоник, посмотрите, как кожа будет реагировать, потом введите активную сыворотку, попользуйтесь неделю, потом введите новый крем, а до этого можно эту сыворотку закрывать своим привычным средством, на которое у вас точно нет аллергии. Потом, спустя пару недель, вы достанете наконец-то дождавшуюся дзимную пектидовую маску, попробуйте провести себе процедуру глубокого очищения. И тогда вы всегда сможете понять, на что ваша кожа реагирует негативно. Возможно, кожа прекрасно воспримет все препараты, а может быть и нет. И тогда вы уже точно будете знать, что вам, например, не подошло. К этому же моменту еще относится проблема гиперчувствительности кожи. Вы могли использовать какие-то агрессивные средства или в силу других каких-то причин, внешних факторов, кожа стала очень чувствительной. И на этом фоне вы покупаете новый косметический препарат. К сожалению, на фоне раздражения, гиперчувствительности кожи, такой вот гиперактивности всех рецепторов ее, любой новый препарат, и даже иной раз привычный, может вызвать какую-то негативную реакцию. Поэтому если у вас обострились какие-то проблемы с кожей, не надо пытаться внедрить в уход новую косметику. Нужно, наоборот, по максимуму все отменить и постепенно внедрять все самое необходимое. И когда кожа будет более-менее спокойной, тогда уже вы введете новое активное средство. Что касается кратности применения, есть косметика, которую не нужно применять, например, каждый день. То есть есть средства с ретинолом, с активным, достаточно агрессивным, которые начинаются, начинается курс применения, допустим, 2-3 раза в неделю. Потом мы переходим на применение через день. Есть определенное время суток, когда можно какие-то препараты применять. Например, тот же ретинол применяется строго вечером. И, например, есть люди, которым достаточно 2-3 раз применения того же самого ретинола или, например, кислот в неделю. И не нужно переходить на ежедневный, или ежевечерний, или через день применять. Достаточно по эффективности будет как раз вот этого достаточно редкого применения. То есть вот эта вот кратность применения, особенно под довольно агрессивных компонентов, она должна учитываться. Потому что очень часто совершают люди ошибку, набирают себе в уход кучу всего агрессивного, начинают его применять одномоментно, и потом получают чувствительность кожи повышенную, с которой приходится бороться потом недельно. Кроме того, есть препараты чувствительные к ультрафиолету. Например, тот же самый витамин С или ретинол. Поэтому ретинол применяется вечером. Кислая форма витамина С тоже применяется только вечером. Стабильные формы можно применять и утром, но желательно, если вы применяете отбеливающую косметику, кислоты, ретинол, то обязательно применяйте утром средства с СПФ. То есть днём у вас кожа должна быть защищена от солнца. Ну и вообще избегайте длительного нахождения на нём, и не хотите загорать, если вы применяете какие-то потенциально агрессивные, или фототоксичные компоненты в уходе. Есть такой нюанс нанесения косметики на влажную или на сухую кожу. Например, интенсивно увлажняющие средства лучше наносить на свежеочищенную, протёртую тоником, ещё даже влажную от него кожу. А средства, например, с ретинолом, средства противоспалительные порой, какие-то, например, с злоинной кислотой или просто с кислотами, лучше наносить на кожу, которая уже немножечко подвосстановила свою защитную функцию, то есть немножечко выработала кожного сала, то есть ретинол наносится оптимально через полчаса после умывания кислоты, можно нанести, конечно, чуть раньше. А злоинную кислоту тоже где-то хотя бы 5 минут должно пройти после умывания и тонизации. То есть вот эти нюансы тоже лучше учитывать, тогда кожа не будет реагировать на косметику неадекватно. Совместимость средств нужно учитывать, это тоже вопрос безопасности. Если мы применяем пептиды, например, миорелаксант, они не любят кислый ПАЖ, значит, мы не будем закрывать сыворотку Мерелакс или гель с БТА-эффектом сывороткой Альфа-Дерм с кислотами, мы не будем наносить, например, пептиды Мерелаксанты сразу после тоника с ахакислотами. Если, конечно, прошло уже полчаса-час после тонизации и кожа уже восстановила свой естественный ПАЖ, который выше 4, то можно спокойно нанести Мерелакс, а сразу после тоника не надо. То есть вот эти нюансы тоже нужно учитывать. Ну и, конечно же, правильное очищение кожи. То есть если мы наносим плотные какие-то текстуры, содержащие масла, особенно на жирную комбинированную кожу, допустим, от мороза используем защитный гель Церамид Скинсейвер, то мы должны правильно очищать кожу вечером. То есть мы должны использовать желательно двухэтапное очищение. Сначала гидрофильным маслом очистить кожу или молочком, потом уже использовать гель очищающий, либо использовать, допустим, лосьон очищающий, протереть, хорошенечко убрать это всё, а потом использовать гель очищающий. То есть хорошо очистить кожу, не оставлять на ней вот этих каких-то компонентов, которые потенциально могут создать лишнюю окклюзию на жирной коже. Конечно, гель Церамид Скинсейвер, он на самом деле не очень отличается такой вот негативным таким воздействием. Можно спокойно даже на жирно-комбинированной коже применять. Но вы же можете использовать не только, вы можете использовать классический колд-крем, а там может быть воск и парафин. Можете использовать тональные средства плотной текстуры, бибикремы, к примеру. Их нужно обязательно тщательно смывать. Что касается процедур, да, ну я не буду подробно на этом останавливаться, чтобы наше видео не растянулось на целый час. Но что касается процедур, которые вы делаете в кабинете косметолога, здесь самое важное, конечно, чтобы косметолог правильно определил показания и противопоказания. То есть процедуру должен назначать специалист, а не вы выбираете, что вам надо делать. Обязательно нужно честно рассказывать о своих каких-то сопутствующих патологиях, потому что у каждой, особенно аппаратной процедуры, линекционной процедуры и даже некоторых у просто уходовых процедур могут быть противопоказания. И специалист, который вам проводит процедуру и назначает, он должен о вас все знать. Вот. Кроме того, естественно, самого специалиста нужно искать и быть уверенным, что он дипломированный с медицинским высшим образованием. Если он делает аппаратные процедуры, там уходы, допустим, какие-то может делать и косметолог-эстетист, но человек должен быть дипломированным специалистом. Конечно, самое гиблое дело искать себе врача, например, по Инстаграм, конечно, лучше использовать такой надежный метод, как сарафанное радио. Вот. Поэтому какие-то отзывы людей, которых вы лично знаете, они более реальные будут, чем какие-то отзывы, которые вы ищете где-то на форумах. Кроме того, оборудование, которым проводится вам процедура, оно должно быть зарегистрировано. Если это медицинская процедура, значит, этот аппарат должен быть зарегистрирован как медицинское изделие. То есть не может быть лазер, например, бытовым прибором. Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно. И таким образом вы, конечно же, обезопасите себя от каких-то негативных последствий, порой фатальных, которые бывают, случаются, к сожалению, в области эстетической медицины. Вот. Таким образом, кто предупрежден, тот вооружен, так говорят. Вот. И если у вас будут еще какие-то вопросы на эту тему, я с удовольствием отвечу на их комментариях. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, который где-то тут звенит, чтобы первыми узнавать о новых видео. И до новых встреч! Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok